Вино с незапамятных времен один из самых любимых и благородных напитков во всем мире. История виноделия уходит в глубину веков, когда люди начали выращивать виноград и научились получать из него столь благородный напиток. Международная выставка «Вино и виноделие», которая уже 13 раз проходит в Одессе, это продолжение многовековых традиций, потому как южный регион Украины не одно столетие славится своими винодельческими умельцами. В этом году организаторы выставки, специалисты компании «Экспоюксервис» собрали всех ценителей вина и знатоков виноделия в концертном выставочном комплексе «Морвокзала». Кстати, в выставке принимают участие более 60 компаний со всего мира. 13 раз собирается, это хорошее, счастливое число, я считаю, вернее, во всяком случае. Мы приготовили для вас очень много интересного. Все три дня программы выставки вашим услугам будут наши совсем необычные новые мероприятия. Это шоу-румы, дегустации для наших посетителей, это научный форум, это работа дегустации на стендах. Хорошего вам настроения, приятных встреч и вкусной дегустации. Я поздравляю организаторов с таким прекрасным мероприятием. В 13-й раз, насколько мне известно, проходит эта выставка, стала уже традиционной. Вижу здесь знакомые одесские и другие бренды винные. Хотел бы поблагодарить особо, вижу здесь бренд «Шаба», который в этом году является официальным напитком председательствования Украины в ОБСЕ, которая ценена в ведущих столицах Европы. Это приятно, что это наш производитель. Мне очень приятно, что в нашем регионе начаты много работ по винному туризму, по культуре виноделия и винопития. Я хочу пожелать успехов всем, кто имеет отношение к этой прекрасной выставке. После торжественной церемонии открытия выставки подвели итоги 13-го международного профессионального дегустационного конкурса «Одесский залив». Напомним, 18 производителей из Украины, Молдовы, Белоруссии и Грузии представили более 100 образцов своего мастерства на суть жюри. Победителям конкурса вручили дипломы и медали, которые отныне будут размещены на бутылках как знак качества. Наши гости из Братской Республики Беларусь. Брестский ликеро-водочный завод «Белалка» награждается золотой медалью «Водка золотой зубр премиум», «Водка медвежий лук», «Водка хлебников классическая серебряная медаль», «Водка дикая лодка». Аплодисменты нашим белорусским коллегам. Добрый день, дорогие друзья. Ну, огромное спасибо, хотелось бы сказать, организаторам этой великолепной выставки за это яркое, именно культурное и общественное событие. Огромное спасибо членам дегустационной комиссии за, как мы хотели бы думать, действительно объективную оценку того, что мы делаем. Ну и низкий поклон, друзья, нашей любимой Одессе. Еще раз спасибо. Выставочные стенды притягивали восхищенные взгляды посетителей. Не только элегантные винные бутылки были представлены в полном изобилии. На выставке каждый производитель смог найти все необходимое для изготовления нектара богов, будто бочки или тара. В рамках выставки прошел не только дегустационный конкурс «Одесский залив», но и Международный форум виноделов, встреча с почетными гостями выставки Игорем Помаранцевым и Игорем Сердюковым, фотоэкспозиция «Фотовинтаж-2013». Особым событием стал первый в Одессе дегустационный шаг, в шоурум «Вайн Эксперт-2013». Известный сомелье все три дня работы выставки обучал винному этикету искусству, выбора и дегустации вин. Игорем Сердюковым, фотоэкспозиция «Фотовинтаж-2013» Гордость Бессаравии, винодельческий холдинг «Шаба» не пропускает выставку «Виной виноделия», потому как это мероприятие очень значимое для всей отрасли винного производства в нашей стране. Ведь именно здесь можно в очередной раз доказать потребителям, что вся продукция качественная. Кстати, на выставку прибыло большое количество иностранных гостей, а это значит, что виноделие в Украине развивается. Украинское виноделие действительно есть, у него огромный потенциал и оно развивается уже сейчас. Главное просто не сдаваться и продолжать вкладывать интеллектуальные, материальные и духовные ресурсы в развитие этого дела. Зарубежные гости, терраспольский винно-коньячный завод «Квинт» – еще один призер и постоянный участник выставки «Виной виноделия». Мы стремимся к тому, чтобы наши марки были узнаваемыми. То есть, если мы делаем коньяк, ну, допустим, «Нистру» с 1957 года, то он таким же и остается. То есть, меняется дизайн бутылки, дизайн этикетки, но качество продукции остается на том же высоком уровне. Люди, попробовав его, допустим, на конкурсе с закрытыми глазами, они его могут узнать. То есть, настолько мы стремимся к узнаваемости нашей продукции. Но вместе с тем мы создаем новые какие-то бренды. То есть, мы пытаемся сочетать и то, и другое, чтобы покупателю было интересно с нами общаться и надежно. Мы рады, что столь красочное и значимое событие винодельческой отрасли проходит именно на юге Украины, в славном крае великих виноделов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!